Восемь человек эвакуировали в эти выходные спасатели зимника Наринмарусинск. Все они передвигались на легковых автомобилях. Напомню, на сегодняшний день передвигаться по зимнику разрешено только грузовому транспорту. Тем не менее, по данным спасательной службы, сейчас на зимнике находятся более 10 легковых машин и 20 грузовиков. По данным Наринмар-Доремстроя, сейчас на зимнике Наринмарусинск работает около 15 единиц техники. Это такие бульдозеры, машины, которые осуществляют проливку, кировцы, которые разбивают снежные переметы и другая техника. Эти кадры в нашу постоянную рубрику «Мобильный репортер» прислали очевидцы, непосредственные участники прохождения зимней трассы. По словам автора, семье из Наринмара нужно было срочно попасть на большую землю, но зимник был закрыт для легкового автотранспорта. Сначала пытались своим ходом, сообщает автор этого видео. С первого раза не удалось проскочить. Проехав 7 километров по отсыпке, встретили огромный перемет, развернулись и приехали обратно в Наринмар. В городе путешественники попытались найти единомышленников, чтобы уже вместе с ними попытать счастье нашли. Так как на выезде скопилось достаточно много грузовых автомобилей, им удалось договориться и поставить свои авто на платформу МАЗа. «И мы поехали огромной вереницей», – комментирует наш мобильный репортер. Медленно, но зато едем. Ночью дорога сливается в единое полотно. К сожалению, наш водитель съехал с обочины. Как оказалось, зимник труднопроходимый для большегрузов. В результате на дорогу по зимнику у отчаянных путешественников ушло более суток. Напоминаем, зимник Наринмарусинск закрыт для легкового транспорта. Передвигаться по нему разрешено только на грузовых автомобилях. Не рискуйте зря. Если вы стали свидетелем необычной или внештатной ситуации других интересных моментов, отправляйте ваше видео на наш электронный адрес mobilesobaka.trk.sever.ru